Очень хороший вопрос задает Ильшат Гумеров. Он спрашивает, организации, которые занимаются дорогами, ну то есть ремонт, обслуживание и прочее, разве не должны выполнять гарантированный ремонт за свой счет? Каждый сезон одно и то же. Конечно должны. И эти гарантии прописаны даже в контрактах. И они в открытом доступе есть. Вы можете их посмотреть, увидеть и ужаснуться трезво. Но тут есть интересные лазейки. Одну из этих лазеек мне поведал бывший министр транспорта республики, который вот сейчас у нас не министр, но тоже весьма значимая федеральная фигура. Тимур Махметьянов мне рассказал о том, что вот например трасса Уфа-Аэропорт, мы с ним обсуждали вот конкретное. Я задал вопрос, ну почему каждый год ремонт? А где гарантия? Ну там же люди получили свои миллиарды, а есть гарантии по контракту. И тут Тимур Махметьянов мне рассказал эту уловку, которая используется. Оказывается, гарантийный ремонт, то есть что в течение там гарантии, причем не год, а больше, на много лет гарантии дается. Так вот, если в течение этого срока по дороге ездило больше, чем нормативное количество автомобилей, а этот норматив как-то там прописан довольно лукаво, то тогда гарантийные обязательства не исполняются. То есть они замеряют поток транспорта и говорят, ну слушайте, ну тут у нас по норме, значит, там 50 автомобилей в минуту должны проезжать, а у вас тут, смотрите, 85. Все, извините. Бьют по рукам, подписывают соглашение о том, что гарантийные обязательства не должны исполняться, потому что дорога перегружена, все. Я тогда задал вопрос, ну хорошо, если она изначально перегружена, зачем же по этой технологии ее ремонтировать? Ну давайте поищем ту технологию, которая позволяет там 85 автомобилей в минуту пропускать или, например, там 100 даже с запасом. Ну тут, как говорится, ответа найдено не было. Существуют технологии, ну и это абсолютно достоверно, посмотрите на страны, в которых дороги не крошатся и не проваливаются каждые полгода, значит, они используют какую-то технологию. Ну мы эту технологию упорно не ищем и не используем. Очень выгодно каждый год ремонтировать одну и ту же дорогу, причем одному и тому же подрядчику, он уже там все знает. Прошелся, попилил в прямом и переносном смысле, сверху сбрызнул новым битумом, асфальтиком, значит, белые полосочки нарисованы, все, 2 миллиарда получено. И так каждый год, согласитесь, это удобная штука, да ведь?